Приветствую всех дорогие друзья. На связи как всегда Нидомайнер и моя скромная таверна. Новости про новые продукты компании AMD с каждым днем только набирают обороты. На днях стали известны характеристики флагманской бигнави и младшей видеокарты на RDNA 2. Тем временем AMD представила чипы для новых хромбуков и все таки намерена сделать Zen 3 на DDR5. А перед тем как мы перейдем к самым актуальным новостям из мира технологий, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И начать я сегодня хочу именно с характеристик видеокарт Radeon RX 6000. Официальная презентация видеокарт на RDNA 2 уже не за горами. До момента когда нам покажут видеокарты остается уже месяц и утечек новых видеокарт на архитектуре RDNA 2 становится все больше и больше. Если верить последним утечкам, то к релизу готовится как минимум два графических процессора. Топовым чипом в новых видеокартах выступит Navi 21, а младшая видеокарта получит чип Navi 22. И на днях сам чипмейкер засветил основные параметры второго GPU в свежей версии программного обеспечения Radeon Open Compute. В арсенале графического ядра AMD Navi 22 значится 40 вычислительных блоков или 2560 потоковых процессоров на архитектуре RDNA 2. Разрядность интерфейса памяти составляет 192 бита, а в старших решениях на базе этого GPU, если верить слухам, можно будет встретить 12 гигабайт GDDR6. По всем данным, Navi 22 составит конкуренцию видеокартам Nvidia Ampere, но на базе еще не представленного кристалла GA106 со 192-разрядной шиной. Если что, то речь идет об RTX 3060. А если говорить о big Navi, то свежие утечки подтверждают наличие целых 80 вычислительных блоков или 5120 потоковых процессоров. Источники пока расходятся во мнении относительно разрядности шины памяти. Скорее всего она будет либо на 256 бит, либо на 512. Как бы там ни было, объем видеобуфера GDDR6 в big Navi будет равен 16 гигабайтам, что еще раз подтверждает факт наличия запасного варианта зеленых. Если флагман AMD окажется значительно быстрее их RTX 3070, то они моментально выкатят на рынок версию RTX 3070 на 16 гигов и RTX 3080 на 20 гигов. Возможно они сделают это еще до выхода big Navi, если получит точную информацию о ее производительности. Ну или же она может утечь в сети, мы с вами также узнаем о ней. Но и на этом новости AMD не заканчиваются. На днях красный чипмейкер расширил ассортимент процессоров, рассчитанных на использование в хромбуках пятью новыми моделями на архитектуре Zen+. Речь идет о Ryzen 5 3500C и Ryzen 7 3700C, а также Athlon Silver 3050C, Athlon Gold 3150C и Ryzen 3 3250C. Стоит отметить, что AMD решила укрепиться в сегменте лэптопов под управлением Chrome OS еще в прошлом году. В январе незадолго до открытия выставки CES 2019 компания представила гибридные процессоры A6 9220C и A4 9120C, созданные на базе устаревшей 28 нм архитектуры Экскаватор. Вполне ожидаемо, что быстродействие этих АПУ оставляло желать лучшего. Эти же процессоры можно сравнить по производительности с Ryzen Mobile первых поколений, что уже считается неплохим уровнем производительности, если учитывать затраты на производство отлаженного техпроцесса. Также в начале 2021 года компания AMD представит гибридные процессоры Ryzen 5000, известные под кодовым именем Cezanne. Первая волна анонсов будет включать мобильные АПУ, а уже ближе ко второй половине следующего года дебютируют настольные модификации. Главным отличием новинок от актуальных гибридов Ryzen 4000 станет переход на микроархитектуру Zen 3, в то время как графический блок продолжит использовать улучшенную архитектуру Vega. Это значит, что еще как минимум год с встроенной графикой будет Vega. Но встроенная графика гибридных чипов AMD Zen 3 все-таки перекочует на RDNA 2 только в процессорах Rembrandt, которые войдут в линейку Ryzen 6000. Официальная презентация данных АПУ состоится только в 2022 году, однако некоторые подробности о них стали известны уже сейчас, благодаря многочисленным утечкам. В утечках говорится, что в гибридных процессорах Ryzen 6000 чипмейкер объединит ядра на микроархитектуре Zen 3 и графический модуль Navi 2. Для их выпуска будет задействован уже 6-нм техпроцесс TSMC, который обеспечит примерно 20-процентный прирост плотности транзисторов вместе с небольшим улучшением энергоэффективности относительно 7-нм технологии. А к новшествам гибридных процессоров Rembrandt также можно отнести появление блока CVML, что расшифровывается как Compute Vision and Machine Learning. Этот блок призван улучшить производительность в машинном обучении. Также подъедут интегрированные контроллеры PCI Express 4.0 на 20 линий и USB 4.0 на два порта. А самое главное, что эти гибридные чипы будут поддерживать оперативную память LP DDR5 и DDR5. Уже заявлена совместимость с АЗУ DDR5-5200, что вместе с архитектурой RDNA2 обещает значительно поднять быстродействие как встроенной графики, так и самого CPU. Также известно, что семейство Rembrandt станет первой линейкой АПУ для будущей настольной платформы AM5, а с ее выходом десктопные процессоры AMD подружатся с памятью DDR5. Так что как видите DDR5 появится уже совсем скоро, хотя подождать еще годик все таки придется. Но сам факт того, что нынешние Zen 3, которые покажут уже буквально через пару недель, смогут работать на DDR5 о чем-то да и говорит. Выходит, что архитектура действительно получится хорошей и AMD намерена и дальше ее развивать. Но вот у Nvidia ситуация с картами Ampere не настолько радужная. Не прошло и недели с момента релиза GeForce RTX 3080, как новоиспеченные владельцы начали массово жаловаться на проблемы с новыми видеокартами. Многие зарубежные форумы в последнее время разрываются от недовольства тех, кому не удалось приобрести новинку. А теперь к ним присоединились и геймеры, столкнувшиеся с регулярными вылетами игр на адаптерах GeForce RTX 3080 3080 с заводским разгоном. Такая проблема появляется, когда частота графического процессора во время игры превышает 2000 МГц. После этого запущенное приложение вылетает на рабочий стол без каких-либо уведомлений об ошибке. В настоящее время трудно сказать, чем именно обусловлено такое поведение GeForce RTX 3080. Это может быть проблемой с источником питания, ошибкой программного обеспечения или даже слишком агрессивным заводским разгоном. Официальных заявлений по данному поводу от Nvidia или ее партнеров пока не поступало. Но если говорить о решении проблемы, то владельцам GeForce RTX 3080, столкнувшимся с ней, рекомендуется вручную снизить частоту GPU на 50-100 МГц, используя утилиты вроде MSI AutoBurner. А нам остается надеяться, что Nvidia устранит этот изъян в будущем обновлении пакета драйверов для видеокарт Ampere. А вот по 3090 появилась не очень радужная информация. Во время анонса Nvidia хвасталась, что GeForce RTX 3090 справится с играми даже в разрешении 8К, правда в некоторых проектах придется использовать технологию интеллектуального сглаживания DLSS. Но если сравнивать новинку с выпущенной ранее GeForce RTX 3080, то ее преимущество в играх составляет всего 10-15%, а относительно Titan RTX максимум 50. Ситуация намного лучше обстоит в профессиональных приложениях для рендеринга, то есть там где важен объем видеобуфера. Здесь RTX 3090 быстрее ускорителя Titan RTX от 30 до 90%. В общем, как и ожидалось, RTX 3090 стала обычной заменой Titan. И покупать ее в ПК нет никакого смысла, разве что вы не хотите получить большой запас в 4К. Так как в разрешении 8К этой карты явно не хватит надолго. Ну а стоимость видеокарт RTX 3070 от партнеров уже показали пару магазинов. В испанском магазине цена стартует от 520 евро, а британский магазин слил цены с минимальным прайсом в 500 фунтов. А тем временем TSMC решила покорять будущее. Как сообщает отраслевое издание DigiTime со ссылкой на собственные источники, TSMC ведет строительство нового исследовательского центра и производственного комплекса, которые будут сосредоточены на внедрении двухнанометрового техпроцесса. Новые объекты будут расположены недалеко от штаб-квартиры TSMC и новейшего предприятия по выпуску 5-нанометровых и 3-нанометровых продуктов в научном парке Синчжу на Тайване. В отчете сказано, что 2-нанометровые чипы будут основаны на транзисторах Gate All Around FED. Кроме того, научный отдел TSMC вовсю занят планированием еще более тонких техпроцессов, на данный момент обозначенных как 1 нанометр. Когда именно появятся на свет чипы на двухнанометровых техпроцессе, вообще не ясно, так как его освоение только начнется после постройки нового исследовательского центра. А тайваньский производитель оверклокерской памяти и игровой периферии компания G-Skill анонсировала выход высокопроизводительных комплектов памяти с малыми задержками DDR4-4000 и DDR4-4400 на CL16. Наборы доступны в сериях Trident Z Royal, Trident Z RGB, RipJaws V и уже доступны для заказа у некоторых розничных партнеров G-Skill. А вендор отмечает использование хорошо зарекомендованных чипов Samsung B-Die, прошедших дополнительную ручную проверку. Наборы оптимизированы для процессоров Intel Core 10-го поколения и экстремальной платформы Intel Z 490. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить ему лайк. А я хочу напомнить вам, что вы всегда можете задать любой интересующий вас вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!